Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Екатеринбурге началось рассмотрение иска бывшей сотрудницы Росгвардии Анны Хромцовой к руководству ведомства. Женщина прослужила в силовых структурах 11 лет, а в 2019 году победила на конкурсе «Краса Росгвардии». Ее признали самой красивой сотрудницей ведомства. Но в минувшем году прапорщика Хромцову неожиданно уволили со службы. По версии руководства, Анна нарушила условия контракта, но она утверждает, что настоящая причина увольнения – отказ стать украшением стола для одного из начальников. Анна Хромцова родилась в семье полицейских. Ее отец проработал в МВД более 20 лет и вышел на пенсию, а мать до сих пор служит в правоохранительных органах. О трудностях профессии Анна знала с детства, но все равно решила пойти по стопам родителей. «У меня всегда было желание помогать людям, а в этой профессии оно реализовывалось. Сложности есть в любой сфере, главное – моральный настрой, а я была готова ко всему». В 2005 году Хромцова поступила в Уральский государственный педагогический университет и отучилась на преподавателя права. Службу 23-летняя выпускница начала в милиции. В 2010 году она стала помощником дежурного пульта центрального наблюдения во вневедомственной охране Екатеринбурга. А в 2016 году с появлением Росгвардии Хромцова вместе со всем управлением вневедомственной охраны влилась в новую правоохранительную структуру. При этом, по словам Анны, специфика ее службы осталась прежней, она все так же занималась охраной имущества граждан. А все свое свободное время Анна посвящала воспитанию 10-летней дочери и спорту. В том же 2016 году Хромцова увлеклась бодибилдингом. Она дважды побеждала в конкурсе фитнес-бикини по Уральскому федеральному округу и стала абсолютной чемпионкой Свердловской области. Конечно, без внимания коллег яркая и спортивная женщина не оставалась. Правда, далеко не всегда она с ее хобби встречала понимание и одобрение в коллективе. «С появлением в моей жизни спорта я стала замечать, что многим это не нравится. Спортивная, потянутая, я была как белая ворона. Чувствовалось напряжение, зависть, злоба. Были конфликты, потасовки. Мне даже бойкот объявляли, выживали из коллектива», — вспоминает Хромцова. По словам женщины, такое поведение в основном отличало коллег, которые сами не могли найти в себе силы дойти до спортзала. Но пока одних росгвардейцев спортивная и привлекательная прапорщица раздражала, другие стремились пополнить ряды ее поклонников. «Многие пытались воспользоваться моментом, пока жена не видит, но меня это не интересовало. Только женных жали с солидарности». Еще больше профессиональная жизнь Хромцовой осложнилась после ее решения — участвовать в конкурсе «Краса Росгвардии-2019». Узнав про отбор кандидатов от коллег, Анна тоже решила подать заявку. Сначала Анна победила в конкурсе «Красавица» в погонах в Свердловской области, а затем была признана самой красивой сотрудницей уже на всероссийском конкурсе. Но вместе с известностью росло и число недоброжелателей Хромцовой. В июле 2019 года кто-то завел в одной из соцсетей фейковую страницу Анны и от ее имени стал писать друзьям и знакомым женщины. В этих сообщениях содержались страшные выдуманные рассказы о ней и самой ее семье. «Мне в ужасе звонят друзья и спрашивают, в порядке ли я. Какие-то подонки пишут небылицы, якобы мой муж убил нашу дочку, а меня избил». Из-за происков неизвестных недоброжелателей Хромцова вскоре стала получать негативные сообщения и в свой настоящий аккаунт. В частности, один из пользователей отправил в подарок фейку часы. Но когда даритель понял, что столкнулся с обманом, то стал жаловаться на это самой Анне. Авторы фейкового аккаунта свернули свою активность лишь после того, как Хромцова пригрозила им с собственной страницы обращением в полицию. Но одним только интернет-троллингом проблемы Анны не ограничивались. 4 сентября 2019 года в Екатеринбурге они вместе с дочерью подверглись агрессии со стороны неизвестного мужчины. По словам Анны, это случилось в тот момент, когда она вышла с дочерью на автомобильную парковку у торгового центра «Мегаполис» и направлялась к своей машине. На кадрах, опубликованных Хромцовой в соцсетях, было видно, как некий водитель требовал, чтобы она немедленно уступила ему дорогу, а потом решил припугнуть женщину, имитируя наезд. Повезло, что удар оказался не сильным, и Анна отделалась только испугом. Но автохаму этого показалось мало, и он вышел из машины. Он вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы, параллельно кидать угрозы типа «Если что-то с зеркалом случилось, там с моим». Анна добавила, что испугавшись за дочь, быстро посадила ребенка в свой автомобиль, сняла нападавшего его автомобиль на видео и села за руль. А неадекватный водитель продолжил оскорблять женщину, пока та не уехала с парковки. По словам Хромцовой, ее отношения с коллегами становились все хуже и хуже. А в декабре 2020 года ее вызвали к начальнику, который сообщил об увольнении по итогам служебной проверки. Официальной причиной стало то, что Хромцова опубликовала в своем Instagram видео из служебного помещения, где проходила санитарная обработка. Кто-то из сослуживцев женщины сохранил запись и показал начальству, которое сочло публикацию, нарушением условий прохождения службы. По словам самой сотрудницы, в видео она сняла с небольшой долей иронии для поднятия боевого духа и для узкого круга лиц. Анна уверена, ее поступок и последующие наказания несопоставимы, видео лишь стало формальным поводом для того, чтобы выжить ее. Я просто кому-то дорогу перешла, а точнее, отказалась стать украшением стола для одного из начальников. Решить конфликт миром не получилось, Хромцову даже не пустили на службу за вещами и оставшимися документами. Кроме того, как отмечает Хромцова, в тексте приказа об увольнении даже не конкретизирован проступок, за совершение которого ее уволили. Но мириться с таким раскладом прапорщик не стало. Она подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием о восстановлении на службе и выплате одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за несправедливое увольнение. Екатеринбурженку раскритиковали в соцсетях, однако она ответила на своей странице в Инстаграм, почему требует именно такую сумму. Увы, даже бесценная человеческая жизнь в наше и правоприменительная, практики зачастую не оценивается в миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится, написала бывшая сотрудница Росгвардии. Но если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности и перечислить часть компенсации в пользу одной небезызвестной. Надеюсь и вам организации с безупречной репутацией благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Хромцова также отказалась извиняться перед начальством. «Обижаться на руководство непродуктивно, и это не соответствует моей жизненной позиции, поэтому я обратилась с иском в суд. Я считаю, что извиняться мне не за что, а мои доводы даже не захотели слушать», — сказала она. В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что Анна Хромцова грубо нарушила условия контракта, разместив в открытом доступе съемку из режимных помещений. Именно это и стало причиной ее увольнения. Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника. Решение по иску Анны Хромцовой к ее бывшему руководству Ленинский районный суд Екатеринбурга примет 30 марта.